Всем привет, меня зовут Олег Антоненко, вы слушаете подкаст «Что это было». Здесь мы в основном говорим о войне, которую против Украины ведет Россия, но сегодня разговор о других сражениях. На улицах Тбилиси из-за закона об иноагентах. Правящая партия и ее союзники во вторник проголосовали за закон в первом чтении, а сегодня, в пятницу 10 марта, после трехдневных массовых протестов, отклонили закон во втором чтении и сняли с рассмотрения оба законопроекта об иноагентах. Означает ли это, что протесты прекратятся, а власти откажутся от своих планов? В чем причина поляризации грузинского общества и как россияне в Грузии смотрят на происходящее, а может и участвуют в этих событиях? Обо всем этом мы поговорим с журналистом грузинского издания Paper Cartuli Даниилом Александровым, он в Тбилиси и все эти дни работал на акциях протеста. Даниил, здравствуйте и спасибо, что пришли к нам в подкаст. Здравствуйте. Давайте начнем вот с чего. Видео протестов, водометы, слезоточивый газ, камни, коктейли Молотова, столкновения протестующих и полиции, наверное, большинство из наших слушателей видели, но вы там на протестах еще и работали все эти дни. Расскажите, что, возможно, осталось за кадром, что удивило вас, лично, кажется вам важным или самым важным? Самым важным именно во время самих протестов, мне кажется, то, что они были абсолютно стихийными и, кажется, к таким масштабам, которые они приобрели, не только не была готова власть, но и оппозиция, и парламентская, и независимые СМИ сами, кажется, не ожидали, с какой скоростью, какие масштабы это приобретет. Не было единого центра координации, не было людей, которые говорили «приходите туда» или «приходите сюда». Первый митинг собрался вообще достаточно стихийно, это уже потом отдельные партии или отдельные лидеры говорили «давайте соберемся в 7 часов там», «давайте здесь». Началось все, в общем, с того, что люди пришли на площадь без какой-либо координации. И люди не готовы были уходить, готовы были стоять до последнего. Разговоры в толпе были такие, что мы не уйдем, пока не полностью не откажутся от вот этих вот законопроектов две партии, которые их поддержали. Второе, что очень удивило, это то, что изначально настроения на протесте изначально были очень-очень мирные, никто не собирался никого атаковать. Были отдельные люди, которые там случайно бросали пустые пластиковые бутылки в сторону ограды парламента, например. Но в целом никто не собирался штурмовать здание, никто не собирался драться с полицией. И первоначально, вот еще во вторник, первое насилие было именно со стороны силовиков. И тогда толпа пришла в ярость и бросилась навстречу штурмовать парламент. То есть события развивались вот так. Вообще вот во время этих столкновений полиции, протестующих, можно ли сказать, что инициаторами этих столкновений была какая-то одна из сторон? Как это все происходило? Ну, я бы сказал, что изначально инициатором именно столкновений все-таки была полиция. В первый день протестов, ну, это все, кто был в России и помнят наши протесты, это все хорошо знакомая схема, пожалуйста, разойдитесь, не мешайте и так далее. Потом это долго продолжалось, но потом вдруг начались распиления спреев перцовых со стороны полиции, и потом пошли водометы. До этого никаких серьезных столкновений не было. Даже можно считать, что это были провокаторы, возможно. Кто-то бросил бутылку, кто-то бросил один камень. Никаких массовых волнений, никакой агрессии со стороны людей в этот момент не было. Другое дело, что на следующий день, когда люди пришли к парламенту, они уже заранее сами были готовы к столкновениям. Это было очень заметно. У многих были респираторы, люди были, так сказать, одеты для протестов. Капюшоны, шапки, куртки застегнутые, а у людей с собой была вода. Многие сразу уже брали какие-то в руки палки. Ну, не то, что многие, но, скажем так, десятки людей среди многих тысяч готовились к этому. И на второй день вот атака на парламент, то есть растаскивание таких тяжелых металлических заграждений, и потом пошли стекла. Началось, в общем, скорее, наверное, уже со стороны протестующих. И полиция в ответ очень жестоко их разогнала. Так что вот так. Первый день это полиция, второй день это протестующие. Вы сказали, что эти события стали удивительными, да? Никто их не ожидал. Кто вообще организовывал протесты? Как люди собирались? Как они координировали эти акции? Ну, изначально вообще протесты начались довольно рано. Сначала это были выступления в МИДе, это были представители разных НКО, это были представители оппозиционных партий, это была даже президентка Грузии Саламезу Робешвили, которые высказывались против. Да, в тот момент, когда 14 февраля еще первый законопроект из двух, вообще их два разных, было последовательно внесено, и оба были на голосовании. В тот момент, когда первый законопроект несли, 14 февраля, о прозрачности иностранного влияния, тогда в этот момент очень много людей выступили против. И небольшие акции протеста, сначала пикеты, потом какие-то митинги, которые собирали не больше тысячи человек напротив парламента, проходили и до этого. И они обычно проходили так, что та или иная партия где-то в СМИ публикуется предложение, давайте пойдем, выйдем, встанем у парламента. Что именно случилось 7 марта, сказать сложно, но скорее всего дело в том, что несмотря на все протесты, несмотря на требования придержать закон, да, как бы проверить сначала его на соответствие законодательству европейскому, которое может такую проверку провести венецианская комиссия, несмотря на это, очень быстро и с такими, я бы сказал, самонадеянными формулировками, наглыми, грузинская мечта и движение «Сила народа», которое, собственно, инициировало эти законопроекты, они их очень быстро поставили на пленарное голосование, все, они пролетели через все комитеты очень быстро, так же, как это у нас в Государственной Думе делалось в России. И это вообще был такой очень российский стиль. И в какой-то момент эти законопроекты, они получили в народе название «Русский закон», да. И вот именно вот та скорость, та наглость, с которой этот закон прокатывался, несмотря на массовые протесты и на явные по всем опросам сопротивления граждан и, собственно, и третьего сектора, который в первую очередь касается, да, эти законы, несмотря на это, они пошли очень быстро. И вот после голосования пленарного, в котором в первом чтении первый закон был принят, вот после этого ближайший митинг, он стал необычным, там собралось не тысяча человек, а уже десять тысяч. Причем очень быстро они собрались. Никаких дополнительных призывов в этот момент не звучало. Вот это вот интересно, что люди сами вдруг почувствовали, что туда нужно идти. То есть никто не организовывал это централизованно, никто не начинал, там, не знаю, компании в соцсетях, как это принято? Я бы сказал так, ничего из ряда вон выдающегося. То есть да, было известно, что мы, как обычно, вечером, там, часам к семи пойдем к парламенту, и таких сборищ было уже много. Это был, не знаю, десятый митинг на эту тему, вот, или там какие-то пикеты были. Но тут не было, я не видел никакой организованной кампании, не видел каких-то массовых призывов, чтобы какая-то структура это делала. Это достаточно стихийное сборище. Вообще, надо сказать, что в Грузии очень важно вот это вот сарафанное радио, личное общение. Это действительно так работает. Кто-то написал пост в Фейсбуке, кто-то перепостил, кто-то написал еще один пост, кто-то списался с друзьями. Давайте пойдем. И это происходит так. И вот тут вот именно то, что поставили на голосование на пленарном заседании в первом чтении, несмотря ни на что, вот это вызвало такой эффект во вторник. Дальше уже более того, когда происходил этот стихийный митинг, уже был разгарич, перед тем, как началось насилие, где-то часов, допустим, в 8 вечера уже много было людей, там не было в этот момент ни трибуны там с микрофонами, ни больших колонок. То есть никто не успел даже вот всерьез подготовиться как организатор, как это бывает, настроить какую-то аппаратуру, инфраструктуру. Там стоял динамик, из которого играла музыка. Честно говоря, не знаю, чей. Но даже как бы не было такой подготовки, не было такой существенной, как это бывает на больших акциях. Вы сказали, что закон называют российским, да, этот законопроект. А вы встречали на этих акциях россиян, украинцев? Да, конечно. Надо сказать, что вот где-то с марта прошлого года участие россиян, которые находятся сейчас в Грузии, в акциях протеста, оно заметно усилилось. Я не знаю, трудно сказать, сколько человек было на митинге, но если вот за два дня, когда были вот такие силовые протесты, я ходил по толпе довольно много, в течение многих часов, мне кажется, что, ну, наверное, человек тысяча где-то там была. Россиян. Россиян, да. И какое-то количество украинцев. Сложно сказать, конечно. Ну, конечно, естественно, среди толпы попадаются люди, и россияне, и украинцы, и в общем. В целом отношение россиян, надо сказать, такое. Россияне я бы разделил на три части, потому как они относятся и к протестам, и к политике в целом. А большинство, конечно, и это значительно больше половины, относятся ко всему довольно индифферентно, но объясняя это тем, что, с одной стороны, вообще я не хочу по-прежнему интересоваться политикой, не для этого я уезжал. Второе, это что все-таки это другая страна, и насколько вообще уместно было бы мое участие в местной политической жизни, и уж тем более в протестах, и уж тем более в таких акциях, где идут схватки с полицией, таких людей большинство, собственно, как, мне кажется, и везде. Вторая часть — это люди, которые все-таки на самом деле недовольны оппозицией, поддерживают, скорее, вот этот умеренный курс грузинской мечты. Да, сама грузинская мечта объясняет, что курс примирительный, мы стараемся сохранить мир. На главной площади, на площади свободы в Тбилиси, был слоган «Тбилиси — город мира», что многие грузины сочли, конечно, издевательство во время войны, которое идет не так уж далеко отсюда, что как бы власти намекают, что вот мы так себя ведем по отношению к России для того, чтобы сохранить спокойствие, мир, баланс и так далее. И действительно довольно много россиян в Грузии поддерживают вот это настроение и считают, что не нужно раскачивать лодку, не нужно нагнетать. Здесь довольно много еще и так называемых «путинферштейров», то есть людей, которые на самом деле убежали от мобилизации или еще по какой-то причине уехали давно, например, просто потому что климат здесь нравится, но они совершенно не находятся в оппозиции, например, Путину, Кремлю и так далее. И третье — это те, кто действительно готовы активно включаться, это люди, которые интегрируются, стараются интегрироваться у грузинского общества, они неравнодушны к тому, что здесь происходит. В конце концов, здесь довольно много людей, которых эти законопроекты напрямую бы коснулись, поскольку многие независимые медиа, например, или люди, которые работали в российских НКО и переехали в Грузию, они существуют за счет европейских денег. А как мы понимаем, эти законопроекты в первую очередь были направлены на то, чтобы контролировать НКО и медиа, которые финансируются частично, действительно поддержаны грантами из Европейского Союза и так далее. И это их бы напрямую в том числе коснулось, то есть это как бы уже и их дело. Таких людей становилось все больше. Я помню, что вот на митинге в годовщину войны уже было довольно много россиян, хотя, конечно, неловкое чувство испытываешь, находясь там, естественно. Но все равно пришло много россиян и выступить против войны в Украине. Так и здесь их, кажется, даже, может быть, было еще больше. И присутствие было заметно. Никаких при этом конфликтов, интересно, в толпе не возникало. Хотя кричали, например, там, кроме того, что слоган «нет русскому закону», звучит это, ну, это главный слоган этих протестов, но еще вообще, обращаясь, там, выбрасывая кулаки в сторону парламента, люди гневно кричат просто «русаки», «русаки». Вот, «русы бог», «русы бог». Они кричат, имея в виду, что у них русское правительство. Вот, в негативном ключе. Вот, несмотря на это, никаких вот противоречий. То есть я все время ходил и говорил с коллегами по-русски, мы все, значит, друг к другу там иногда обращали, кто-то кричал «эй, ты где?» И никаких, вот это ни у кого не вызывало ни удивления, ни возмущения. Люди, наоборот, очень были солидарны, нам также там помогали промывать глаза, также давали воду, молоко, также маски раздавали волонтеры, то есть и грузинам, и русским людям. Смотрите, многие, в том числе и министр иностранных дел России Сергей Лавров проводили параллели с Майданом. Вот сегодня Лавров буквально сказал, что события в Грузии очень напоминают Киевский Майдан. Но была ли у протестующих на самом деле цель захватить парламент, я не знаю, взять власть в свои руки? Судя по тому, что вы описываете, как-то у меня лично не складывается впечатление, что это является их конечной целью. Конечно, нет. По крайней мере, ну, у абсолютно подавляющего большинства людей, собравшихся на улицах и на площади, цели захватить власть уж точно не было. Были группы людей, которые пытались пробиться в парламент, но это скорее, понимаете, такой эмоциональный порыв. То есть, ну, нужно что-то делать. Вот мы как раз обсуждали с друзьями грузинами недавно. А вот если бы им удалось сломать ворота, и они ворвались бы на территорию парламента. Ну и дальше что? Да, вот что произойдет? Дело в том, что, конечно, никто не собирался таким образом насильственно захватывать власть. Как я и говорил в первый день, даже никто не готовился к этому. Это просто была эмоциональная реакция на насилие со стороны полиции, да, попытка пробиться к воротам. Как-то люди стали отвечать на насилие. Поэтому, конечно, нет. Ну, молодежь, там было много младых людей, там лет 18, 20, 22, которые действительно трясли ворота, снесли там первую линию заграждения и вторую линию заграждения, вынудили в какой-то момент полицию отступить во двор парламента. Стали бить стекла. Это вот 8 марта уже активно. Оттуда их поливали водометами. Они возвращались. Такое было настоящее прям сражение. Но, конечно, не было какой-то конечной цели. Скорее, это было просто именно демонстрация эмоций своих и демонстрация решительности намерений людей, которые собрались. Они будут атаковать до тех пор, пока их не услышат, выражая мнение действительно огромного количества людей, которые и стоят рядом, и тех, которые даже еще и не успели дойти. Ну вот когда в Тбилиси были протесты, сообщалось, что россияне начали массово покидать Грузию, и вроде даже была пробка на переходе Верхний Ларс, в том самом переходе, как вы помните, когда в сентябре в России была объявлена мобилизация, в противоположную сторону была пробка из России в Грузии. Действительно было вот сейчас, что люди пытались, россияне пытались тоже как-то массово уехать из Грузии? Или это какой-то миф? Это миф. Очевидно, какое-то количество людей двинулось, и в чатах, здесь много экспатских чатов, это обсуждалось, что не стоит ли уехать, и, наверное, кто-то даже и поехал. Но тут надо понимать, что создать пробку на Верхнем Ларсе это совершенно несложно. Во-первых, сейчас еще, ну, можно сказать, начало марта, там не самые лучшие погодные условия, буквально за несколько дней, там начало протестов, там дорога с разных сторон периодически просто закрывалась для проезда транспорта, вот, плюс и по время мобилизации и летом, в сезон отпусков пробки стоят в обе стороны довольно серьезные, и, в общем, это довольно стихийная штука пробков. Я допускаю, что там могла возникнуть в какой-то момент пробка, но ничего похожего на сентябрьские события сейчас не было, и если, может быть, там человек 100 уехали, то, ну, это, в общем, погода не делает, учитывая, что здесь по разным оценкам от 100 тысяч до 200 тысяч россиян находятся в стране сейчас. Ну, вот смотрите, раз мы уже заговорили о россиянах, хоть это не имеет прямого отношения к теме нашего подкаста сегодняшнего о законе об иноагентах, но я все-таки не могу не спросить вас о причине, по которой многих россиян не пускали в Грузию, причем это люди, как правило, ну, с антипутинскими взглядами, с антипутинской позицией. Вот навскидку сейчас я вспоминаю имена, там, Митя Олешковского, коллеги подкастера Алексея Пономарева, Филиппа Рзятко, Дмитрия Быкова, пустили в Грузию, но вроде продержали много часов на границе. Почему это происходит? У вас самого таких проблем не было никогда? Ну, у меня не было таких проблем, потому что я последний раз езжал сюда довольно давно, но, значит, дело в том, что здесь есть некоторый перекос выборки, потому что мы чаще всего замечаем какие-то случаи, которые становятся известными. Если Дмитрий Быков или Митя Олешковский оказываются задержанными на границе, их разворачивают или долго держат, об этом все узнают. На самом деле статистика в среднем такова, что даже нельзя, наверное, сказать, что не пускают в основном людей с антипутинскими настроениями. Это достаточно случайная история, процент отказов во въезде более-менее стабильный и трудно выделить какие-то причины. Многие журналисты, наши грузинские коллеги и мы пытались выяснить, по какому принципу делаются отказы, потому что в формальном документе там ставится отказ «Иные причины», всегда на этот пункт выбран «Иные причины». И никогда пограничная служба не объясняет своих действий по существу. Однако иногда разговорчивые пограничники говорят, вот вы прожили здесь 9 месяцев, 10 месяцев, сейчас уехали и опять возвращаетесь, а почему вы не сделали ВНЖ? Если бы вы серьезно относились к Грузии, вы бы сделали уже за это время себе вид на жительство. Это не так уж сложно. А если вы его не сделали, то значит, вы непонятно, чем тут занимались все это время. Это вот приватные разговоры. Я дважды слышал вот в таком ключе от знакомых, что с ними в таком ключе разговаривали. Вот. Ну и отказы были. У меня есть лично знакомые люди, которые совершенно не антипутинские, настроенные вообще вне политики. Они никак не... Ну, то есть даже если они настроены антипутински, об этом никак нельзя узнать. Они не пишут об этом в социальных сетях и не работают ни в каких. То есть можно только гадать на кофейной гуще. Выглядит это так, как будто есть какое-то рациональное зерно, что Грузия пытается оградить себя от лишних проблем, отфильтровывая людей, которые год живут на месте, потом делают виза-ран не в Россию, например, да, очень короткий, и возвращаются обратно в Грузию. Естественно, если человек при этом не предоставляет таких оснований, там, например, для вида на жительство, то это вызывает, естественно, вопросы у государственных органов, которые контролируют миграцию. А что, собственно говоря, вы здесь делаете, почему вы так странно себя видите? И чтобы не заранее как бы не создавать каких-то сложностей, просто, ну, а давайте, может, вам не надо сюда приезжать. Вот, но это единственная какая-то попытка рационализировать вот эту ситуацию, потому что никаких закономерностей и, главное, к сожалению, никаких внятных объяснений здесь нет официальных. Давайте вернемся к закону об иноагентах, точнее, к тому, какие настроения существуют в обществе, и попытаемся объяснить парадокс такой вот. Для себя его формулирую примерно так, что, смотрите, с одной стороны, грузинское общество настроено и проукраинский, и проевропейский. Это показывает не только протесты, но и опросы общественного мнения, да. С другой стороны, правящая партия «Грузинская мечта» критикует Украину, не присоединяется к санкциям, желает принять закон, очень похожий на российский, стигматизирует неправительственные организации. Ну вот, чтобы далеко не ходить, сегодняшняя цитата председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кабахидзе, он называет агентами иностранного влияния некоммерческие организации, которые, цитирую, не уважают церковь, занимаются ЛГБТ-пропагандой и провокациями на границе. Конец цитаты. То есть это практически риторика российских властей один в один. Вот в чем причина такой странной общественно-политической конструкции, когда правящая партия, по идее представляющая большинство общества, делает не совсем то, что это общество хочет? Нам в России тоже часто задавали этот вопрос. Путин ведь уже давно на самом деле не так популярен, как может показаться. Почему же он остается у власти? Ну очень просто, потому что здесь происходит ползучее скатывание в автократию. Вот при этом грузинский вариант автократии, он еще такой немножко, как в изумрудном городе. То есть автократ вообще находится в тени, его даже не видно. Это Бедзина и Унишвили. Которого связывают с правящей партией «Грузинская мечта», давайте скажем, да? Может, кто-то не знает. Да, и фактически взерьез грузинское общество само по себе актуальных действующих политиков, типа Иракли Гарибашвили или Кабахидзе, не воспринимает на самом деле взерьез. Даже те, кто за них голосовал, на самом деле прекрасно понимают, что голосуя на парламентских выборах, они делают некий принципиальный выбор. Либо политика мирных отношений с Россией и осторожных отношений, более осторожных отношений с Западом, как людям кажется, более социально ориентированная политика, хотя фактически это может быть не так. Либо они голосуют за скорейшую интеграцию, за отделение от России, за выстраивание границ, за уменьшение экономической зависимости от России, за, безусловно, поддержку Украины и так далее. И, во-первых, здесь ничего нового не скажу, что в Грузии, конечно, довольно-таки существенный уровень нарушений на выборах. Я так мягко скажу. Потому что мои грузинские товарищи, которые работали наблюдателями, они говорят более жестко. Фактически они говорят, что выборы фальсифицированы. Но я, к сожалению, не могу вот так уверенно сказать от своего имени, что вот здесь фальсифицируются выборы. Но, скажем так, оппозиция утверждает, что картина совершенно не такая складывается электоральная, как она на самом деле. Во-вторых, здесь на самом деле довольно сильная пропаганда. Это медиа-ландшафт грузинский за последние 10 лет довольно сильно изменился. Были конкурирующие различные медиа, в первую очередь телевидение. Телевидение — это самое главное медиа. В Грузии с большим отрывом пока еще опережает интернет по своему влиянию. И если после ухода Саакашвили и смены форма государственного управления в Грузии сначала действительно был такой, я бы сказал, медиа-плюрализм, то сейчас все-таки все больше и больше государственная власть, правящая коалиция, можно сказать, правящая партия, все больше и больше захватывают медиа-пространство. Здесь точно так же при этом работает на русском языке первый канал российского телевидения. Про это тоже не надо забывать. Его тут смотрят очень много людей на русском языке. Пенсионеры грузинские, в первую очередь, конечно, но не только они. И тоже, конечно, оказывает довольно мощное влияние на общество. Это, конечно, удивительно то, что вы говорите, что первый канал работает в Грузии, в стране, которая воевала с Россией. После того, что произошло 24 февраля 22 года, он продолжает работать. Кажется, что это из какой-то другой реальности вообще вся эта история. Да, это довольно странно, но это факт. Некоторые интернет-ресурсы при этом здесь заблокированы, принадлежащие, я так понимаю, холдингу России сегодня. Например, там сайт «Спутник» в грузинской версии заблокирован и некоторые другие. А вот первый канал работает. И люди смотрят пожилые там для развлечения в основном, но и от политики там никуда не деться. И это, конечно, довольно сильно отравляет грузинское общество. Вот. Плюс, как я и говорил, грузинская мечта действительно довольно-таки активно так или иначе захватила большую часть, на самом деле, сейчас медиа по охвату аудитории. Поэтому здесь действует пропаганда, здесь, возможно, существуют какие-то попытки манипулировать выборами с помощью административного ресурса и прямых фальсификаций. И вот таким образом получается. Но кроме того, конечно, также здесь у нас общая беда с Грузией. Оппозиция так и не смогла сформировать эффективную коалицию, потому что, да, грузинскую мечту, наверное, не поддерживает абсолютное большинство грузин, избирателей. Вот. Но оппозиционные партии поддерживают еще меньше. Причем в разы. Единое национальное движение, к сожалению, свою популярность как теряло, так и продолжает терять. Так же, как, к сожалению, несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых он находится, президент бывшей Грузии Михаил Саакашвили, тоже, на самом деле, не имеет большой поддержки. Остальные оппозиционные партии тоже, действительно, у них очень-очень низкие рейтинги. Из того, что мне понятно в целом, Грузия действительно впала в политическом смысле грузинского общества, впала в некоторую легкую литургию, где-то начиная там с 13-го, 14-го года. И хотя, с одной стороны, понятно, что вот они видят какие-то возмутительные действия России в отношении Украины. Конечно, до сих пор здесь абсолютный, не абсолютный, конечно, но почти абсолютный консенсус по поводу оккупированных территорий, как это здесь называется, территорию непризнанных республик, как это у нас называется, Абхазии и Южной Осетии. В общем, это одно, а вот активное участие в политике – это другое. И вот тем удивительнее было два всполоха, которые произошли в Грузии с массовыми протестами. Это 2019 год, когда в последний раз было действительно мощное полицейское насилие. Это так называемая «ночь Гаврилова», когда российский депутат сидел в кресле председателя парламента. Вот это вызвало массовые протесты, и в ответ на это было мощное политическое насилие. И вот мне сейчас говорили, что вот в эти ночи было так же или круче, чем тогда. Вот за исключением вот этих вспышек, таких мощных, как сейчас, грузинское общество, оно дежурно выходит в поддержку Украины, оппозиция дежурно проводит митинги, протестуя против действующей власти. Но вот таких по-настоящему битв не было, и поэтому вот события этой недели, они выходят из ряда волн. Ну, получается, и случай с Гавриловым, и последних дней протесты из-за российского закона, как его называют законы на агентах, вот здесь и в том, и в другом случае, что называется, российский след чувствуется. Но кажется, как вы описали, глубинная причина недовольства и протестов немножко другая. И вот эта вот поляризация грузинского общества, это чуть глубже, чем просто реакция на какие-то действия, которые ассоциируются с Россией. Ну, знаете, на самом деле я бы недооценивал реакцию грузинского общества на всё связанное с Россией, в первую очередь, в политическом смысле. Ведь одно дело, да, приезжают туристы, или даже, допустим, приезжают люди, которые бегут из России в связи с мобилизацией, хотя, конечно, здесь никто им особенно не радовался, но людей здесь принимали, по крайней мере, и какие-то единичные случаи какого-то активного неприятия, какие-то стычки или что-то. Но в целом, конечно, в политическом смысле проблема России здесь очень острая, очень. И именно поэтому, совершенно верно, оба раза, когда были стихийные протесты, звучит слово «русский». Первый раз это был натурально русский депутат, российский. А в следующий раз это был так называемый русский закон, который, как большинство людей, ну, абсолютно все протестующие, по крайней мере, убеждены, что он просто списан с российского закона, а, возможно, даже его принятие было инспирировано из Москвы. Это очень здесь популярная версия. И вообще, надо сказать, что очень-очень популярная версия здесь такая, что вообще грузинское правительство находится в глубокой зависимости и экономической, и политической именно от Кремля. И именно этим объясняется их такое лавирование между формальными декларациями европейского будущего с одной стороны и фактически сотрудничество с Россией и в экономическом смысле, и, так сказать, бесконфликтное, скажем так, отношение к российскому режиму со стороны грузинской власти, которая есть сейчас. Но это вот еще называется теория заговора. Ну, по крайней мере, половина общества, да, та часть общества, которая в оппозиции, она считает, что сейчас грузинское правительство действует просто по указке Кремля. Об этом можно каждый день читать тысячи постов в Фейсбуке, и об этом каждый день говорят оппозиционные политики. Ну, и, как вы уже сказали, ключевой фигурой для понимания вот этой вот связи является фигура Бедзина Иванишвили, миллиардера, человека, который не является действующим политиком, но, как считается, именно он и финансирует, и стоит за правящей партией грузинская мечта, и, как я понимаю, именно его обвиняют в этих связях с Москвой. То есть, мне кажется, вот если разбираться в этой грузинской политике, это такая очень сложная история, и мы не можем там со стопроцентной уверенностью что-то утверждать, да, или какие-то обвинения не называть голословными, потому что нет доказательств, да, каких-то фактов, но, тем не менее, всё равно все ходят по кругу вот этому, и вот Россия, и Иванишвили, отношения к Украине, всё это вот обсуждается, всё это приводит к протестам, всё это является частью вот большой грузинской политики. Как я понимаю, не знаю, насколько ошибочно моё представление. Да, всё так и есть. Очень характерный симптом, ведь люди, действительно, когда нет прямых доказательств каких-то связей, прямого там российского вмешательства политического, да, то, что называлось Russian Meddling, прямых доказательств, когда нет, люди смотрят на косвенные, и вот как себя ведёт Бензина. Вот, например, это же абсолютно путинская история. Министр внутренних дел — это его бывший личный охранник. Так же, как вот там Золотов возглавил Росгвардию, это был телохранитель Владимира Путина. И очень много людей во властных структурах попали там именно таким образом. Это какие-то люди, которые работали с бензиной в бизнесе или люди, которые работали в его охране и так далее. Вот. И поэтому, ну, тут как бы то, что он стоит за нынешним правительством, тут, в общем, даже ничего расследовать особенно не нужно. Это видно невооружённым глядом. Но вот именно эта манера прямо телохранителя поставить в главе Министерства внутренних дел, это почерк очень известный. И общество здесь это хорошо чувствует. Да, так же, как оно хорошо почувствовало это с этими законопроектами об иноагентах так называемыми, потому что они действительно похожи, действительно. Там есть отличие грузинской версии, конечно, чуть более мягкое, чем нынешние российские версии этих законов. Вот. Но просто российские законы принимались с 12-го года, до 22-го их усиливали, а грузинские это случилось за один месяц, даже меньше. За три недели он прошёл весь путь. Но люди сразу видят, что да, вот это, вот как здесь говорят, это русский закон. И видят в этом непосредственное влияние России. Вообще русский вопрос довольно остро тут стоит, особенно, конечно, сейчас, когда Россия ведёт войну, с одной стороны. С другой стороны, очень много приезжих из России, которые, конечно, оказывают мощное влияние на экономику. И для большинства граждан Грузии, Грузия не очень богатая пока страна, к сожалению, этот эффект не очень позитивный, потому что это рост цен, в первую очередь, и изменение структуры спроса, поэтому цены растут. Очень много идёт импорта через Россию, того, что совершенно не обязательно делать. Здесь цены в магазинах на товары повседневного спроса выше, чем в Берлине. Вот. И люди это замечают, видят, что экономика перекошена, она сильно переориентирована на Россию. Ну и плюс, конечно, цены на недвижимость и так далее. Самые простые вещи. Зависимость от нефти, продуктов и газа Грузии за последние пять лет выросла втрое, что ли. И цены при этом тоже не упали. Закон об иноагентах был принят в первом чтении во вторник. Сегодня на нём вроде поставили крест. Вот эта история, она закончилась. Что дальше будут делать оппозиция, власти, люди, выходившие на митинги? Здесь дело в том, что очень сложно понять, на самом деле, какая рациональная идея стоит вообще изначально за попыткой принять эти законы. Здесь вообще мало кто понимает. Ну, объяснения, которые мы слышим от Кобахидзе и грузинское общество слышит, они на самом деле никого не убеждают. Это очень похоже на российскую риторику, какую-то, что вот, мы будем против тех, кто против церкви. Вот. В чём на самом деле смысл имплементации таких законов, в конечном итоге, не очень понятно. А именно от этого зависит, что будет дальше. Скептически настроенная часть общества, ну, слышные голоса, да, скептически настроенных людей, которые говорят, что они сейчас возьмут паузу, выждут, включат пропаганду, и закон в том или ином виде будет возвращён. Потому что поставить под контроль НКО, которые занимаются гражданскими свободами, поставить под контроль независимые СМИ, систему образования и так далее, для правительства, это, по-видимому, важно. И вряд ли они отступили совсем. Да, они, увидев, что насилие растёт и не будет прекращаться, решили остановиться. Судя по всему, сначала даже многие не верили, что это всё всерьёз. Но действительно, видимо, они встали. Но мы, видимо, уже даже по заявлениям того же Кабахидзе и других людей из партии, и что они не намерены отступать окончательно. Мы сейчас, говорят, они объясним вам, что на самом деле это очень хороший, нужный закон. И может быть, мы что-то подправим, мы, может быть, получше объясним и вернёмся к этому вопросу позже. А это значит, в свою очередь, что та часть грузинского общества, которая не готова воспринимать вот эту риторику и воспринимать пропаганду, снова выйдет на протесты, когда опять власть попытается немножечко придушить свободу. Вот так. Да, интересный прогноз. То есть история продолжается. Продолжение следует, как говорят в таких случаях. Огромное вам спасибо. Я благодарю журналисты издания Paper Cartooli, Даниила Александрова. Я много нового узнал для себя о Грузии, вот, благодаря беседе с вами. И спасибо, что вышли с нами на связь из Тбилиси. Вы слушали подкаст что это было. Мы выходим на подкаст в платформах, в приложении Apple, в Spotify, на каналах русской службы BBC, в Telegram и в YouTube. За подписку, лайки, репосты и комментарии. Как всегда, огромное спасибо. Меня зовут Олег Антоненко. Всего вам доброго. До свидания.